13.06 на часах, в эфире «Особое мнение» в студии Дарьи Токузлеева. В гостях у меня сегодня вице-спикер областного ЗАГС Собрания Михаил Курашин. Михаил Вячеславович, добрый день. День добрый. Нас можно слышать на частоте 101.0, онлайн-трансляции эфира, а также видеотрансляции из нашей студии. Идет на сайте eho.ru. Номер для ваших смс 8909 720 101.0. Вы также можете успеть задать вопросы через форму анонсов на нашем сайте. Начнем мы, наверное, с прошедшего 9 мая. Вы посетили ли в этом году парад в Кирове, возможно, в каком-то другом городе? Нет, наверное, впервые за, как минимум лет за, наверное, 10 я в этом году не участвовал в параде. Я участвовал в другой стороне праздничных мероприятий, это посещение кладбища. То есть ко мне приезжали родные наши, мы посещали кладбище родителей. То есть, ну, как говорится, мероприятия были другого плана. Но, в любом случае, по новостям следил о том, как проходил наш парад, как проходил российский парад, как бессмертный полк шел. Поэтому, как бы, так масштабы примерно представляю. И, конечно, масштабы бессмертного полка, они продолжают удивлять теми темпами роста, которые... Вы ни разу не ходили просто, вот в этом году и Никита Белых ходил, и Владимир Байков? Я в данном случае не ходил, потому что считаю, что вот, как бы так, все-таки, этот праздник должен быть праздником, в первую очередь, для подрастающего поколения. И поэтому, там, ну, в первую очередь, для них должны быть там места. А уж, там, для всех остальных, это уже... Взрослый этап, да. Вторично, да. Тем более, что, там, ну, для нас возможность посещения парада, там, определена тем, что мы можем, там, участвовать тут, как статусные лица. И поэтому, еще раз говорю, там, в большей мере считаю, что, все-таки, чем больше людей, простых горожан, особенно, в первую очередь, детей, будет принимать участие, тем лучше. Сегодня просто прочитала такое мнение, что бессмертный полк, то есть, вот это вот обилие фотографий родственников погибших, то есть, оно, неким образом, нивелирует смерть этих людей. То есть, вот, вы как считаете, стоит продолжать эту акцию, не стоит, или уже всего этого настолько много, что кто-то у кого-то уже, вот, замылится глаз, уже не начнет обращать именно это внимание? Ну, точно нет, точно это надо продолжать, и в качестве, наверное, ключевого аргумента, это то, что, вот, сколько интервью показывали, что с московского бессмертного полка, что с нашего, когда дети рассказывают о своих прадедах, прапрадедах, это, по крайней мере, для них повод узнать судьбу своей страны, судьбу своей семьи, и, там, с точки зрения воспитательной, это очень важно. Поэтому, там, я считаю, что, сколько бы ни было, пусть, там, все население, там, нашей страны, все население Кирова выйдет в бессмертный полк, пусть это будет, действительно, там, многочасовая, долгая, там, демонстрация шествия, все это пусть будет, но, там, самое главное должно заключаться, вот, именно в том, что дети, которые присутствуют на этих мероприятиях, они, по крайней мере, получают мотивацию для того, чтобы изучать и, там, любить историю своей семьи, Ну, вот, к слову, о количестве людей, которые участвуют в этом, то есть, в этом году было около 8 тысяч человек, и тоже, вот, когда проходили через рамки металлоискатели, то есть, как пресса, опять же, с пригласительными, с пропусками, Очень много, опять, внеслось критики в адрес властей по поводу того, что не подпускают близко к театральной площади, то есть, между самим парадом и непосредственно ограждениями, есть еще огромная территория, на которой, в принципе, могли бы установить какие-то трибуны, что-то поднять, чтобы больше людей могли увидеть С одной стороны, то есть, вот, как здесь всем угодить, то есть, театральная площадь, вроде бы, вмещает не так много людей, но, с другой стороны, ее уменьшают еще больше, таким образом, еще меньшее количество людей Мне кажется, что все-таки здесь объективная ситуация, да, то есть, ну, не в состоянии нашей площади, а принимать то количество людей, которые, там, желали бы принимать участие в параде, желали бы смотреть на это все В свете того, что, там, есть ограничение по численности, связанное с безопасностью, связанное, опять же, с тем же удобством размещения Вот, это объективная ситуация, можно, там, ругать, не ругать городские власти, но, там, вот, то, что делается с точки зрения ограничительных мер, в этом ситуации, с человеческой точки зрения неправильно, с точки зрения безопасности, и, там, организация мероприятия, это вынужденная мера Поэтому, в этой связи, я единственное, что хочу, там, наверное, сказать, что, если все-таки, предположим, та не очень популярная идея с установлением колеса обозрения на площади все-таки состоится То, мы с вами еще больше ограничим площадь с точки зрения участия людей, вот, в этих мероприятиях, поэтому, там, вот, может быть, пользуясь возможностью эфира, еще раз обратиться и к городской администрации, и к людям, которые хотят этот процесс, проект реализовать По строительству, вот, этого колеса, обозрения о том, что, там, не надо этого делать, это все-таки лобное место, это главная площадь города, она и так мала для того, чтобы Места и так не хватает Да, проводить, там, качественно и безопасно массовые мероприятия, установка колеса еще сильнее ограничит количество участников этих мероприятий К другой организации перейдем, на этот раз, Паводок, Общероссийский народный фронт, обратились в прокуратуру, активисты посчитали, что чиновники, а, не обеспечили должной подготовки к половодию, и, б, допустили промахи в ликвидации последствий непосредственного же Паводка То есть, вы как оцениваете, довелось ли бывать в этих подтопленных районах, вот, в этом году, то есть, как там обстояли дела? Сам я не был, но у меня достаточно много есть знакомых тех, кто и живет в районе Вересников, и имеют сады в районе Дымки, и, в том числе, те, кто работают в территориальных управлениях, то есть, в городской администрации, которые, собственно, этим процессом рулили Да, на самом деле, там, я не раз слышал это мнение, о том, что, там, последние десятилетия привели к тому, что несколько расслабились Точнее, не несколько расслабились, а полностью расслабились, там, если мы помним, последний раз заливало достаточно основательно лет 20 назад, где-то там, в 90-х годах И поэтому, то, что 20 лет вода была не столь высокая и не так сильно затапливала, привело к тому, что все расслабились Это касается, там, не столько жителей, сколько, действительно, служб, которые должны были готовиться к плавоти, поэтому, там, я считаю, что, действительно, критика вполне уместна относительно неготовности служб и недостаточности мероприятий по подготовке Вот, как они отработали, непосредственно там, опять же, есть разные стороны, есть мнение о том, что отработали безобразно есть те, кто говорил о том, что, как бы так, в принципе, делали то, что могли, то, что в состоянии Сам Владимир Рубыков похвалил своих подопечных, заявил, что работали все слаженно, хорошо Считаю, что, ну, наверное, мы избежали массовых случаев мародерства, избежали большого количества жертв Уже это, наверное, говорит о том, что, в принципе, отработали, значит, удовлетворительно, да А во всем остальном, ну, критики было тоже немало Я знаю, что, предположим, в Вересниках, когда, там, работники магазина звонили в штаб для того, чтобы, собственно, им сказали, будут закрывать, не будут Там, ответили достаточно по-хамски, и это, там, ну, наверное, место тоже какое-то имело, да, то есть Поэтому, там, целиком говорить о том, что хорошо отработали или плохо, то есть, категорично я бы не стал То, что в условиях неготовности, предстартовой неготовности, да, работали в авральном режиме, ну, это, наверное, характерная такая наша русская черта, да У нас и зима внезапно наступает, и полугодие Да, что мы, когда нужно преодолевать трудности, всегда себя хорошо проявляем И вот, как бы так, еще раз говорю, то, что не было большого количества жертв и не было, там, большого количества случаев мародерства Это, наверное, результат того, что все-таки под контролем была ситуация А по поводу, вот, критики тоже от местных жителей, насколько я понимаю, часть жалоб была на то, что было уничтожено какое-то имущество И, то есть, здесь как раз ситуация-то в чем? То есть, это имущество, в принципе, было не застраховано И ответственность за него местные власти не несут, как ни крути Вот здесь должна вестись какая-то информационная работа и опять в каком ключе ее проводить То есть, людей нельзя застраховать свое имущество, но как-то, возможно, можно объяснить людям, что, если вы не застрахуете свой, там, холодильник, микроволновку То, возможно, там, через два, через три года вы ее лишитесь Ну, я еще раз говорю, то есть, это вопрос просто расслабленности, да, то есть, там, я не думаю, что, там, до 90-х годов этот вопрос, там, люди не думали Те, которые жили, они действительно страховали свое имущество Четко знали, что, если там вода будет высокой, то, там, вопрос будет решен То есть, раньше это практиковалось? Ну, я думаю, что да, да, то есть, я лично, еще раз говорю, там, не был связан с затопляемыми территориями, но, там, насколько знаю, что люди все равно страховали Сейчас, это, там, расслабленность со стороны и, там, власти, которая могла бы это разъяснять, и непосредственно собственников, которые решали вопрос о том, что, там, стоит, не стоит страховать, там, стоит, не стоит платить, там, а будет, не будет вода Я думаю, вообще просто об этом никто не задумался Да, ну, это ситуация, как с клещами, что, вот, тоже мало кто страхуется, хотя, там, клеща укушены становятся все больше и больше Уйдем мы на небольшую рекламную паузу, вернемся скоро Два раза в месяц по средам Дмитрий Драный и Светлана Занько приглашают в студию архитекторов-строителей Все равно очень странно, что голосом Занько, Занько говорит про Занько Нет, ну, тут же без картинки, без, там, напузника о том, что это Занько, ну, понятно Прогрессирующая уже шизофрения На себе встретим лицо Вот, смотри, нет Ну, да Схрипотсой какой-то, низкий Будто бы это не я, да Ежедневно, по будням, с 11 до 13 часов Дневной разворот в Кирове Партнер программы ОАО «Хранительский банк» вылет Программа предназначена для аудиторий от 16 лет Особое мнение на 101 FM В эфире «Особое мнение», я Дарья Тапузлиева В гостях у меня сегодня вице-спикер ОЗС Михаил Курашин Мы продолжим говорить о прошедшем пленарном заседании Говорили о прошедшем пленарном заседании? Нет, на самом деле мы до рекламы говорили о Павловске О весне А сейчас уже, да, переключимся на пленарные заседания Вот на прошлом по просьбе губернатора Они стали рассматривать поправки в закон об образовании Насколько я понимаю, они там предполагали Какие-то подвижки в области льгот для сельских педагогов И компенсации по детским садам, да Продолжается ли вообще работа над законопроектом? Если да, то в каком ключе Будет ли на майское заседание выносить? Ну, давайте так Сразу, наверное, уточню, что Не по просьбе губернатора, да Там, в большей мере, наверное, под давлением депутатского мнения Потому что... Ну, критики много вызвало законопроект? Депутаты всех, наверное, фракций практически Да, наверное, не практически Единогласно выступили за то, что Ну, нельзя принимать такие законы Сейчас по разным причинам Кто-то действительно объективно считает, что это законопроект Коротенько для слушателей, почему? Кто-то считает, что это не самое подходящее время для того, чтобы ограничивать Да, там, какие-то меры социальной поддержки И я, кстати, к этому числу отношусь Кто-то считает, что закон не продуман с точки зрения определения понятий Таких, как размер вот этой выплаты Если мы говорим об учителях Ну, кто-то использовал такие, в том числе, аргументы Что год выборный, там, и нельзя такие меры принимать Поэтому, вот, такое общее давление привело к тому, что, собственно, губернатор Пока попросил приостановить рассмотрение данного законопроекта То есть он не отозван, да, там Просто существует обращение по поводу того, чтобы перенести на более поздний срок Отсюда, соответственно, весь разговор о том Будет или не будет в дальнейшем рассмотрение законопроекта Я думаю, он не стоит Он будет Закон не отозван Законопроект не отозван Вопрос заключается в том, что будет рассматриваться То есть на сегодняшний момент, я думаю, что на ближайшее законодательное собрание Будет внесен законопроект, касающийся первой части Это компенсация родителям за детей, которые не находятся в детских дошкольных образовательных учреждениях Здесь тоже предлагается ввести, так сказать, критерии нуждаемости Это критерии определяется как полторы прожиточных минимумов То есть, соответственно, те, у кого меньше, те имеют право на получение вот этой компенсации Сейчас получают все Сейчас получают все Я знаю и уже видел сегодня мнение ассоциаций многодетных семей, которые категорически против выступают И они, насколько, опять же, следует из обращения направили обращение и к губернатору и в законодательное собрание Я думаю, что в рамках работы в законодательном собрании и на комитетах мы эти обращения будем все рассматривать Тоже выскажу свою точку зрения Считаю, что неправильное мнение Потому что неправильное предложение, неправильная инициатива Потому что, когда мы говорим об оптимизации, мы все время почему-то ассоциируем оптимизацию как сокращение То есть, все-таки нужно искать пути более Точнее, искать варианты оптимизации, варианты сжатия с других сторон Так же, как, предположим, по ситуации с учителями, когда говорили о том, что давайте мы заменим натуральную компенсацию на денежную компенсацию Никто почему-то не обсуждает того, что мы можем сократить выплаты по коммунальным платежам для учителей Не за счет того, что сократить на самих учителях А за счет того, что все-таки область будет вести себя более жестко по установлению тарифов на коммунальную службу На свет, на воду и так далее Да, то есть, почему бы нам не начать регулировать здесь Почему бы, там, не вести работу с должниками? Да, то есть, и аргумент о том, что, там, это, там, естественно, монополии, это, там, невозможно Они, на самом деле, не особо действенны То есть, у нас есть региональная служба тарифов, которая утверждает все возможные тарифы На самом деле, вопросов к тому, как анализируются эти тарифы Как, там, они экспортируются у депутатов к РСТ достаточно много Поэтому, я думаю, что можно было бы пойти по этому пути То же самое касается и вопросов, связанных с компенсациями для детей в детских дошкольных учреждениях Давайте искать другие варианты Это, там, неправильно брать и просто сокращать А вообще, финансовые какие-то, там, расчеты давались? То есть, сколько хотят на этом сэкономить? Ну, тут, понимаете, ситуация в том, что у нас все меры соцподдержки, они носят заявительный характер То есть, мы можем предполагать о том, что у нас есть такое-то количество, там, потенциальных благополучателей Сколько из них реально заявится, это тоже вопрос И когда они заявятся, да, то есть, экономия может составлять, там, от минимума до максимума, да, то есть, там... Ну, тут ведь тоже нужно понимать, все равно, вот, идешь на некий, там, риск, с точки зрения, ну, даже, вот, просто, элементарной критики И нужно понимать, ради каких денег на этот риск идешь То есть, это будет 500 тысяч или 500 миллионов? В наших условиях и 500 тысяч лишними не будут, да, то есть, нужно понимать, что, там, эти 500 тысяч, они все-таки из раздела социальной защиты никуда не уйдут То есть, они будут находиться в том же разделе и они пойдут на какие-то другие компенсационные выплаты и льготы Поэтому, там, будь это 500 тысяч или будь это 500 миллионов, я думаю, что дело и то и другое правильно, да, то есть, экономия, скажем так, правильная, да А вот, там, насколько целесообразно и насколько продумано решение, вот, именно, взять именно эту компенсацию, именно эту меру социальной поддержки и, условно говоря, ее каким-то образом ограничивать Вот это второй вопрос, точнее, первый вопрос, и с него надо начинать, то есть, на сегодняшний момент, и, как судить по апрельскому заседанию в ЗАГС-собрания, то есть, и первая тема, связанная с компенсациями для детей по дошкольным учреждениям, и вторая тема, связанная с учителями в сельской местности, депутатами не поддерживается, да, то есть, мы считаем, что неправильно эти категории брать Ну, да, с этим согласны, в принципе, все фракции Да, да, ну, опять же, вот, посмотрим, как дальше будет ситуация развиваться, единственное, что, еще раз повторю, что, несколько напрягает то, что законопроект не отозван, а просто перенесен на следующее заседание Будет ли это в мае, или будет ли это в июне, это уже второй вопрос Еще немного поговорим о деятельности ваших коллег на трассе с Госдумы Олег Шейн предлагает обязать коммерческие предприятия, ежегодно индексировать зарплату своим работникам Коллега ваш уже по законодательному собранию Василий Сураль заявил, что это должна быть возможность, а не обязанность И, ну, высказал такое мнение, что если обязать работодателей, ну, именно коммерческие предприятия, то ряд предприятий, в принципе, может закрыться Потому что растут какие-то расходы самих предприятий, если еще увеличить эти расходы за счет того, что нужно ежегодно индексировать зарплату То это будет совсем уж там патовая ситуация Вы согласны с Василием Куприяновичем? Ну, при всем, уважаемый Василий Куприянович, он почему-то не сказал еще об одной составляющей, которая растет, это цена на продукцию Да, то есть, которая тоже растет И, там, если мы возьмем ту же молочную продукцию, которая изготовится нашим предприятием, то, там, за последний год, я думаю, она выросла, ну, в среднем процентов, как минимум на 25 Ну, справедливости ради, у него-то на предприятии как раз зарплата индексировалась недавно Соответственно, мы же понимаем, что в цене, точнее, в себестоимости продукции, да, там, раздел, связанный с заработной платой, он имеет сравненный вес, да, там, где-то это 50%, где-то чуть меньше, где-то чуть больше В среднем, грубо говоря, половина себестоимости – это заработная плата И, когда мы говорим о том, что растет цена на продукцию, то автоматически мы должны предполагать, что и вот эта составляющая, она тоже должна расти Потому что в конечном итоге тогда ситуация возникает, что процент заработной платы в себестоимости, он начинает снижаться К чему это приводит, там, с точки зрения экономики, это приводит к тому, что, когда цена уходит вперед, а реальные доходы людей, там, в качестве заработной платы не увеличиваются, то снижается покупательская способность, соответственно, людей Ну, то, что мы сейчас и говорим, на самом деле Да, а это, соответственно, ведет к тому, что там никакого развития экономики это быть не может, потому что, ну, когда товаров производится много и они становятся дорогими, а у людей нет денег покупать эти товары, да, там экономика стопорится То есть процесс экономики предполагает все-таки оборачиваемость денег, да, люди покупают, деньги, полученные от реализации, идут на развитие предприятий и, соответственно, вот этот цикл должен происходить Если этого не происходит, то экономика не развивается Поэтому то предложение, которое носит Шинин, оно, наверное, гармонирует с тем, что тут несколько раз пытался нанести уже Валерий Николаевич Штрулов Это предложение по внесению изменений в трудовой кодекс по индексации как раз заработных планов То есть это на региональном уровне? Нет, почему не на федеральном уровне? Или выходить на федеральном уровне? То есть его здесь не поддерживают, приводя разные аргументы, да, там, при том, что, действительно, там, наибольшую активность в обсуждении принимают те предприятия, в которых эта система работает, да, там, это и предприятие Василия Куприяныча, это и предприятие Константина Марковича То есть, с другой стороны, это достаточно крупные предприятия Да, это крупные предприятия, в которых существует вот эта, там, грамотно отлаженная политика в отношении, там, заработной платы, ее роста, динамики роста и так далее А те же, кто мелкие, ну, в этом процессе обсуждения не принимают участия и, в принципе, ну, справедливости ради, там, эта тема больна, так, является наиболее острой именно в этих предприятиях Мелких, малых, средненьких предприятиях, да, то есть, где, реально, там, заработная плата не успевает зарастаться Но, там, вот, сегодня в интернете уже, там, начинается другой разговор, да, я так понимаю, в том числе, реакция на инициативу Шейна о том, что в Министерство экономического развития выходит с инициативой о заморозке роста заработных плат да, там, ну, это, мне кажется, вообще абсурдная ситуация, потому что... Глубый рост Да де-факто роста и так нет, потому что, с точки зрения, там, показателей по инфляции, да, там, заработная плата дешевеет, уменьшается, покупательская способность попадает и, соответственно, там, введение еще либо каких-либо ограничений на рядовых жителей, там, ну, они достаточно погодны то есть, это не, там, сокращение заработной платы, предположим, там, чиновникам федерального уровня или, там, топ-менеджерам, там, госкорпораций, да, там, а все равно это, в первую очередь, скажется на именно рядовых жителей поэтому, там, я считаю, что эти разговоры, они тоже неправильные ну, то есть, вы, в принципе, за приближение шеи ну, а как по-другому-то, ведь все равно надо пытаться выживать и мы понимаем, что, там, если мы не можем успевать за ценами на продукты это значит, что мы меньше едим, меньше, там, используем ну, это, никто не сказал, что это во благо да, то есть, я и так думаю, что у нас жирует-то не так много точнее, абсолютное большинство не жирует, да, и не жировало даже, там, в начале 2000-х, когда были относительно благоприятные времена да, там, кто-то позволял себе, там, купить машину, съездить, там, отдохнуть за границей, но, там, это не от того, что, там, у них все хорошо по жизни поэтому, там, я считаю, это неправильные, вообще, разговоры и мысли о том, что надо сокращать заработку ее надо увеличивать и обеспечивать развитие экономики именно с точки зрения развития покупательской способности еще одна у нас рекламная пауза на очереди мы возвращаемся в эфире «Особое мнение» с людьми Дарьи Токузлеева в гостях у нас сегодня вице-спикер областного ЗАГС собрания, Михаил Курашин начнем, наверное, перейдем от тем очень уж прям серьезных к менее серьезным, хотя кому как опять поговорим немного о спорте на прошлой неделе появилась информация о том, что контракт между Родиной и РЖД который, насколько я понимаю, был одноразовым, его могут продлить вот, насколько вообще реально клубу того уровня, где сейчас Родина находится привлечь в лице, там, титульного спонсора «Российские железные дороги» ну, то есть, если вопрос заключается в том, насколько мы интересны российским железным дорогам ну, это вопрос, наверное, к российским железным дорогам ну, там, по мне так это действительно хороший знак если, действительно, наша госкорпорация заставляет раскошеливаться потому, что поддерживает отечественный спорт это, там, по крайней мере, хоть какой-то элемент социальной справедливости, да, потому что все-таки не только на себя работать надо и имеем монопольное положение, да, там, на других что касается уровня нашей команды я считаю, что у нас хоккейный клуб Родина это клуб достаточно хорошего потенциала, да, то есть, мы уже, там, занимали, там, третье место мы котируемся с точки зрения мирового рейтинга не помню сейчас, боюсь ошибиться, какое место занимаем ну, по-моему, в первой десятке мы занимаем место мирового рейтинга всех клубов, да вот, то есть, у нас команда достаточно серьезная, у нее есть серьезный потенциал у нее есть отличная школа ну, вот, руководство клуба, вот, на правда, вот, не уверенно там на следующий ли сезон эту установку дали, обозначили как вот потолок восьмое место ну, я думаю, что это, вот, опять же восьмое место, мне кажется, это не то, о чем мечтают болельщики нет, это точно не то, о чем мечтают болельщики, да, там, но это может быть такое подстилание соломки, да, то есть перестраховка потому что, ну, как бы так все знают, что потенциал Родины это все-таки не ниже пятого места как минимум, да, то есть если она захочет, если она действительно сможет играть и там деньги пойдут грамотно и правильно то там точно не ниже пятого места, по итогу мы можем занимать, по крайней мере, там ближайшие сезоны, то есть понятно, что в перспективе речь идет и о более высоких местах, тем более, что ну, там специалисты, точнее болельщики и специалисты знают, что ситуация в чемпионате по хоккею с мячом, она такая достаточно динамичная потому что есть клубы, которые там у которых есть вцеплеск, есть клубы которые там перестают финансировать у них резкий провал в результате, собственно, движение команд по турнирной таблице, оно бывает динамично нет таких зафиксированных жестких позиций, лидеров что вот эти команды только там и выиграют, есть сильные клубы, которые выиграют объективно, но там есть примеры того как эти сильные клубы после там прекращения финансирования резко опускались вниз то есть вопрос, как будет потрачена вот эта спонсорская помощь то есть мы и просил я от лица болельщиков и губернатора о том, что все-таки мы помощь рассматриваем не как возможность там закупить неких брендовых звезд, да, там а может быть вложиться именно в нашу спортшколу Родина, которая опять же молодежь у нас много выигрывает, да, и соответственно пытаться вот все-таки создать вот эту цепочку между спортшколой и взрослой там команды мастеров для того, чтобы происходило перетекание и за счет этого команда усиливается. Ну, опять же, если говорить например там о покупке брендовых звезд мне кажется вот один из наших всплесков как раз был связан с приходом Янко в команду, то есть это тот вот сезон который он здесь отработал показали неплохой результат Дарья, очень приятно, что вы так хорошо знаете судьбу, на самом деле я не рассчитываю точнее не давал бы оценку сезона, которым руководил Янко как яркий всплеск, это все-таки работа не одного сезона да, и то, что там на тот момент мы стали победителями да, Янко действительно хороший, сильный тренер, да, он действительно влиятельная фигура на уровне федерации да, действительно он может больше чем, наверное, там какие-то другие тренера, но в конечном итоге после его, предположим, ухода да, там в команде внутри команды начались серьезные проблемы там коммуникационного плана да, мы там чуть не потеряли команду потому что она там начала разваливаться это там тоже неправильный подход, принцип выжженной земли после меня там хоть потоп, да, то есть все-таки там мне как болельщику приятнее видеть команду и может быть не столько результат потому что, как показывают там разные сезоны что даже при разгромных счетах, если команда показала хорошую игру, болельщики ее всегда поддерживают и аплодисментами, и криками и свистом, и так далее то есть вот не бывает так, что там команда проиграла и там... то есть проиграть тоже можно красиво да, достойно, скажем так не то, что красиво, достойно вот, поэтому вопрос в том, что наша команда это действительно серьезный потенциал, который может быть использован благодаря поддержке РЖД насколько выгодно и насколько долгоостаточным будет сотрудничество с РЖД ну, покажет, я думаю, это ближайший сезон Вернемся тогда к вопросам политическим и социальным Россия возглавила рейтинг комовского капитализма по версии «Экономист» в списке стран, в которых бизнес строится на связях с властью Российская Федерация занимает первое место а следом идут Малайзия, Филиппины, Сингапур и Украина такое не самое, наверное, радостное соседство если вот со всей России переключиться на Кировскую область то есть насколько у нас здесь возможно построить бизнес вот из этих самых пресловутых связей с властью? ну, я думаю, что с учетом того, что все-таки у нас Кировская область достаточно многонациональная территория, да, и клановость по национальному признаку она не столь сильно развита то предпринимателю достаточно свободно можно бизнес здесь организовать если же мы говорим о том, что бизнес этот все-таки там развивать и реализовать в достаточно крупный бизнес ну, здесь мы столкнемся с проблемой элитности элитарных групп, да, то есть я думаю, что уже не тут, наверное, да, речь больше идет не о чебуреках, с которыми кто-то торгует и на кого внимания не обращают то есть у нас действительно там есть элитарные группы, есть представляющие бизнес круги, да, там и эти группы имеют в своей присутствии в органах власти и законодательные исполнители и, соответственно, там каким-то образом пытаются влиять на развитие бизнеса на территории но там может быть не настолько сильно, как это есть в Татарстане, в Мариел или в каких-то других национальных республиках, где все-таки клановость она более сильная, нежели у нас но там, я думаю, она тоже присутствует сказать, что там, ну вот совсем сто процентов все повязано но это я, наверное, тоже не скажу есть там примеры вот буквально у меня знакомые практически из чисто нуля в одном из районов нашей области там сейчас открыли ферму как бы так никто им особо пока палки в колеса не в совет может быть они еще не попались на глаза нужным людям ну дай бог что как говорится они дальше не попадались да там я еще раз говорю там ну нет мне кажется такого жесткого пресса и жесткой связи между бизнесами власти тем более если мы говорим о мелком и малом бизнесе еще немного хотела бы упомянуть общероссийский народный фронт тут они проводили исследования зарплат в фонде капитального ремонта и выяснилось что Кировская область находится на четвертом месте по уровню зарплат но на самом деле разброс конечно большой потому что на первом месте Ямала-Ненецкий автономный округ там средняя зарплата у работников фонда капремонта сто двадцать пять тысяч у нас в районе сорока семи вот это адекватная зарплата для работников фонда капремонта потому что вот лично на мой взгляд когда говорят о том что вот фонд капремонта то есть у вас должна быть зарплата там средняя по региону с чего это вдруг если вы плохо поработали то жители тут возникает вопрос будет ли кто-нибудь в фонде капремонта которая как мы знаем там где дальше будет ли кто-то там работать за двадцать две тысячи которого официальные у нас нет я сторонник того что профессионал должен получать к профессионал как профессионал которые не были как профессионал в фонде капремонта если мы им будем действительно платить там какие-то 17 тысяч При всем при этом требований и уровень ответственности, который возлагается на людей, которые попадают действительно в расстрельное поле, достаточно высокие. Мы же понимаем, что сейчас каждая неудача фонда и программы, она всегда выносится и обсуждается, и летят различные стрелы в сторону всех, и в первую очередь в сторону фонда. При всем при этом успехи фонда никто особо не замечает и не раскручивается, грубо говоря, летит один негатив. Поэтому профессионалы должны получать достойную заработную плату. Говорить о том, что мы собираемся деньги на то, чтобы содержать этот штат клерков, вместо того, чтобы эти деньги шли на ремонт, это тоже неправильно. Ремонтом должен кто-то руководить, и все, кто сталкивался с ремонтом, и все, кто нанимал когда-либо людей, которые бы помогали им делать ремонт, прекрасно знают, что сэкономить можно сэкономить. Но сэкономить можно так, что потом потратишь еще больше на то, чтобы устранять то, что сэкономленные специалисты наделали. Поэтому есть определенный риск того, что специалистов не удержать и такой заработной платой в фонде. Но пока, насколько я знаю, сейчас утверждена новая структура фонда, и привлекаются специалисты достаточной квалификации для того, чтобы эти задачи выполнить. Если их там такой уровень заработной платы устраивают, то, наверное, пока можно этому радоваться. А мы вернемся немного назад к теме индексации заработных плат. Поступил у нас вопрос от слушателей, от Юрия Шлемензона. Я так полагаю, это тот самый Юрий Шлемензон, который член общественной палаты Кировской области. Он спрашивает, как быть фирмам, которые в нынешних условиях значительно сократили стоимость своих услуг и стали зарабатывать меньше? Еще раз, речь идет, в первую очередь, о том, что заработная плата должна двигаться в условиях инфляции, в условиях ценообразования. Если цены меняются в сторону увеличения, тогда, соответственно, доля заработной платы должна увеличиться. Если же мы говорим о том, что предприятие сокращает стоимость своих услуг, ну, опять же, причин сокращений может быть много, начиная от маркетинговых решений, заканчивая от каких-то сложных ситуаций. Если все-таки речь идет о том, что действительно положение на предприятии достаточно тяжелое, и никаких оптимизаций и сокращений на предприятии не происходит, это уже предприниматель в данном случае должен гарантировать, по крайней мере, какое-то минимум, потому что цены на продукцию определяются не одним предприятием, а определяются рынком. Если какое-то предприятие сокращает цены на продукцию, а остальные увеличивают, то мы должны анализировать, насколько вообще изменяется цена на рынке, а не в одном предприятии. Поэтому все-таки то предложение, которое было от депутата Турула о том, что заложить индексирование на уровне инфляции, я считаю, это достаточно здраво. Вне зависимости от того, как предприятие ведет свою ценовую политику. На этом мы закончим. На сегодня в эфире было особое мнение. В студии работала Дарья Топузлива. В гостях у меня сегодня был вице-спикер областного ЗАГС Собрания Михаил Курашин. До свидания. До свидания. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»!